Понимаете, иногда человек не может вынести судьбы, которая идет через близких людей. Это идет как разрушение от него, как беспредел, кажется, что это беспредельность. Один наставник мне сказал, когда я в таком состоянии как бы был, он сказал, чтобы быть спокойным, чтобы быть старшим, нужно ничему учиться, не удивляться. Не считать, что что-то является беспределом. То есть все нормально идет, все по плану, все хорошо. То не идем ко дну, да, все нормально, все по плану. Какой на стол все не мешается в отношениях? Нет, нет, все нормально. Сейчас мы с вами разбираем все последовательно, что делать. Первая стадия находится в вашем сердце. Если вы перешагнули через первую стадию, значит, вторая стадия, вы говорите про вторую. А второе отношение – это вторая стадия. Я же сегодня, говорится, объяснял. Первая стадия в сердце означает, садимся, переполтарем, молимся, слушаем того, кто мне помогает молиться, потому что оно нам тяжело справиться, с кем-то надо всегда, можно включить плеер, допустим. И дождеваемся в сердце спокойствия в своем. Потом вспоминаем сына, начинаем думать о нем и добиваемся спокойствия уже в памяти о нем. И тогда только можно ему что-то говорить. И во время ваших слов вы будете говорить спокойно, по-добрым. Он будет злиться, психовать. Это значит, что он вас затягивает в болото, а не вы его вытягиваете из болото. Спасибо. Я послушаюсь. Пересмотрите, у меня вопрос сразу. Как вы думаете, она знает о том, что я говорю, или нет? Нет. Знает. Ну, мудрый человек. Но когда даже мудрый человек попадает в беду, он нуждается в помощи. Это заключает смысл моих слов. Все нуждаются в помощи, когда они попадают. Когда человеку тяжело, он теряет свою разуму. И мне тоже будет тяжело, я потеряю свою разуму. Мне нуждая помощь. А может быть, не потеряю. Я буду стараться, но теряю. Но не факт, что всегда получается. Спасибо. Спасибо.